МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот инструмент использовался в начале так называемой арабской весны. Президент Владимир Путин впервые прокомментировал массовые акции против коррупции. Будет ли в России новое болотное дело? Ну, с большего они смеются. Они называют, о, на сушке сидишь. Журналисты и активисты, задержанные во время акции протеста в Беларуси, держат голодовку. Как к ним относятся сотрудники СИЗО? Присоединиться. Кто-то боится. Боится беспредела властей, которое сейчас происходит. Четвертый день забастовки дальнобойщиков. Власти во всех регионах России игнорируют акцию. Перебой с транспортом нам звонят, отправляют телефоны, предлагают уже какие-то. Для нас заоблачные ставки. Очевидным образом, Европейский университет проверяют с пристрастием и пытаются всячески затруднить его деятельность. Европейский университет в Петербурге работает последние дни. Как судьба вуза связана с работой Алексея Худрина? Действительно идет целенаправленная вербовка наших соотечественников. Действуют разные сети. У службы безопасности Украины нет доказательств, что убийца бывшего депутата Госдумы Вороненкова мог быть агентом ФСБ. Здравствуйте, я Тимур Олевский. Президент России Владимир Путин сегодня впервые прокомментировал массовые митинги против коррупции, которые прошли по всей стране 26 марта. Он отметил, что с коррупцией нужно бороться, но нельзя использовать эту тему для реализации своих политических амбиций. Я лично выступаю за то, чтобы вопросы борьбы с коррупцией были постоянно в центре внимания общественности. И позитивно всегда воспринимаю это внимание со стороны людей к этим проблемам. Единственное, что я считаю неправильным, если кто-то, какие-то политические силы пытаются использовать в своих корыстных интересах, этот инструмент не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки на политической арене в преддверии каких-то политических событий, в том числе выборных кампаний внутри страны. Мы с вами хорошо знаем, и я хочу на это обратить внимание, что этот инструмент использовался в начале так называемой арабской весны. К чему это привело, к каким кровавым событиям в регионе это привело, мы очень хорошо знаем. Мы очень хорошо знаем также, что это было одним из побудительных мотивов и поводов государственного переворота на Украину. В какой хаос погрузили эти события нашего соседа на Украину, мы тоже хорошо знаем. Тем временем Центр Э, это отдел по противодействию экстремизму МВД России, ищет видеозаписи воскресного митинга. Сотрудники ведомства пришли в один из московских бизнес-центров, находящийся неподалеку от места проведения акции, и попросили записи с камер наблюдения. Видео попросили и у Международного общества «Мемориал». Об этом сообщает портал ОВД-Инфо. Центр Э ищет записи не только в Москве, но и в Казани. Во время воскресных протестов в Москве были задержаны более тысячи человек, большинство из них получили административные аресты или штрафы. Возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь сотрудника полиции. Суды над задержанными в воскресенье продолжаются. Штрафован координатор Волгоградского штаба Алексея Навального Алексей Волков, ну а также координатор «Открытой России в Чувашии» Семен Кочкин. Сотрудники задержали его и увезли в отделение, когда он выступал в суде в качестве свидетеля над задержанными. Он вышел на улицу во время перерыва, оттуда его увезли в суд уже в качестве обвиняемого и приговорили к штрафу. Я оцениваю это как начало репрессий в Чувашии, потому что, как я понимаю, если меня вытащили из суда и через какое-то время опять повезли в суд и осудили, а других ребят только начинают допрашивать и не везут в суд, я уверен, что им захотят давать более суровые наказания. Я более чем уверен, что ребят все-таки отправят на административный арест. Они сказали, что мы не слышали сотрудников полиции, не выполняли их требования, то есть нарушили административный кодекс статья 19.3. Это просто глупо в том смысле, что мы смотрели видеозаписи, которые представляла полиция, и мы видим по ним, что мы выполняем все требования. В одном из московских университетов студентку вызвали на беседу с человеком, представившимся подполковником, и порекомендовали перестать заниматься общественной и политической деятельностью. Мне говорили о том, что, ну так как я вместо любой конкретики брала 51 статью, говорила, что ничего не обязана говорить, потому что 51 статья Конституции, мне намекали на то, что следующая беседа будет не на моей территории, где мне комфортно, а на служебной территории под протокол. Больше двух тысяч самарских студентов сегодня сняли с занятий ради участия в форуме против экстремизма. Перед студентами выступали губернатор области Николай Меркушкин, представители силовых органов и руководители общественных организаций. Студентам показали фильм под названием «Экстремизму нет», в котором рассказывается про Евромайдан в Украине, события на Болотной площади, а также ИГИЛ и неких кукловодов из-за океана. В присутствующем раздали диски с фильмом и листовки «Очередная революция. Что дальше?» Сидевшие в зале вели трансляцию форума в Перископе. В зале в основном молчали. В середине мероприятия авторы трансляции попытались выйти из зала, но им не дали это сделать. Авторы отметили, что в зале много сотрудников полиции, а по краям выстроились курсанты в военной форме. Заместитель начальника полиции Самары Алексей Максимов объяснил, что организации экстремистского и террористического толка активизировали свою работу в регионе из-за скорого проведения чемпионата мира по футболу. Ну а директор одной из самарских школ призвала сохранять бдительность. Мы поговорили с двумя студентами, которые сегодня были на форуме. Они попросили не называть их имен. Там были доклады полковника полиции, полковника ФСБ. Они уже не говорили о экстремизме в общем. Они говорили именно про участие на митингах 26 числа. То, что они были незаконны. То, что на этих митингах присутствовали только студенты, а в частности школьники в основном, которые не понимали, что там происходит. Которых туда агитировали дойти. Что все адекватные люди, которые понимают вообще цель митинга, они не пришли на митинг. То, что он был, как оказалось, немногочисленный. То есть вот такие были доклады. Все доклады, хоть их было и достаточно много, они сводились вот к этому. В Самаре, как и во многих других городах, 26 марта прошел митинг против коррупции. Были задержаны 20 человек, двоих оштрафовали, остальные ждут вызова в суд. Алексей Навальный останется под арестом за участие в антикоррупционном митинге. Московский городской суд сегодня отклонил апелляцию политика. Навальный должен выйти на свободу 10 апреля. Навального задержали 26 марта во время уличной антикоррупционной акции и арестовали по двум статьям. Организации несанкционированного митинга и неповиновение сотруднику полиции. В понедельник ему дали 15 суток ареста и штраф в 20 тысяч рублей. Адвокат политика утверждает, полицейские могли подменить рапорты и намерен обжаловать приговор. Обжалование в европейском суде, я думаю, что это просто даже говорить не о чем. Это 100% результат будет положительный. И мы уже это доказали, неоднократно обращавшись в европейский суд. По аналогичным ситуациям. И даже, наверное, не такие они были выпиющие по своему беззаконию, как то, что произошло сейчас. Да, естественно, будут признаны нарушения. И мы уже это проходили, опять-таки я говорю, неоднократно. Достаточно крупные суммы присуждали с компенсацией в европейском суде. И власти вынуждены выплачивать эти деньги. И что мне особенно прискорбно, то что эти деньги берутся из кармана налогоплательщиков. Власти заранее называли акцию 26 марта в Москве несогласованной. И всем, кто был задержан, вменяется именно участие в митинге, который официально не был разрешен. Антикоррупционные митинги прошли в 97 городах. А разрешены властями они были только в 26. При этом Алексей Навальный, созывая людей на марш в Москве, настаивал на том, что акция согласована автоматически. Как это? В юридических тонкостях, которые теперь могут повлиять на приговоры участникам марша, разбирался Андрей Цыганов. Против Дмитрия Медведева значит против конституционного строя. Так чиновники в Екатеринбурге объясняли запрет на проведение митинга «Он нам не Димон». В большинстве регионов отказы организаторам просто объясняли тем, что на выбранном месте будет проводиться другое мероприятие. От спортивного праздника до альтернативного митинга. В Москве власти на заявку Алексея Навального ответили так. Проведение шествия повлечет нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, ограничит доступ граждан к помещениям, нарушит права и интересы и так далее. Слово «отказ» в официальном ответе мэрии не звучит ни разу. По сути, чиновники просто выразили свое недовольство акцией, но не запретили ее. Такой ответ, а также тот факт, что мэрия не предложила альтернативные площадки для акции в обязательные по закону три дня после подачи заявки и дали Навальному повод сказать, что акция согласована автоматически. В некоторых городах есть согласование. В остальных мы исходим из того же принципа, что в Москве. Если нам не дают места, то Конституционный суд указывает, что согласовано то место, куда подавали первую заявку. 14 февраля 2013 года Конституционный суд России вынес постановление номер 4П. Оно приравнивает отказ от проведения митинга без предложения альтернативного места его проведения к согласованию митинга в заявленном месте. Позиция Конституционного суда никак не была оформлена в федеральных законах. Однако именно такое ее толкование является обязательным для должностных лиц всех уровней. Полиция, рекомендуя гражданам не участвовать в акции, ссылалась на Кодекс об административных правонарушениях, согласно которому участникам несанкционированных шествий грозят штрафы до 20 тысяч рублей и аресты до 15 суток. МВД и прокуратура при этом подчеркивали факт несогласованности акции, что фактически развязывало руки правоохранительным органам. Если акция действительно незаконна, полиция может принимать любые меры для пресечения провокаций и действий, ведущих к нарушению общественной безопасности. Формально же акция в Москве вообще митингом не являлась. Организаторы его отменили, предложив взамен просто прогуляться по Тверской. Адвокат Илья Новиков защищал задержанных, которые были доставлены в ОВД метргородок. По заведенной практике на массовых акциях людей задерживают одни полицейские, а рапорты на задержанных пишут другие полицейские. Хотя это и нарушает закон, но суды смотрят на это сквозь пальцы. Так вот, в ОВД метргородок были доставлены 15 человек почти у всех в рапортах, написанных под копирку. Указано, что их задержали на Сретенском бульваре возле дома 2, где они якобы прорывали отцепление. То есть полицейские просто перепутали Страстной бульвар, где были задержания, со Сретенским. По прямой от памятника Пушкину до Сретенского бульвара чуть более полутора километров. Но там не было ни демонстрантов, ни полиции, ни задержаний. В итоге ни один из задержанных не был арестован. Что будет с теми, кто попал в камеры наблюдения или уже получил протокол об административных нарушениях? Я спросил сегодня как раз у адвоката Ильи Новикова. Адвокат задержанных на акции 26 марта Илья Новиков на связи со студией Настоящего Времени. Илья, здравствуй. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как идет это дело? Есть ли в нем какие-то увязки или неувязки? И может ли оно превратиться во что-то большее, чем просто дело об административных арестах? Ну, смотрите, я адвокат не всех задержанных, а только четверых человек, из которых двое это люди из команды фонда борьбы с коррупцией Навального, которых, собственно, взяли не на митинги, их взяли в издании. Написали им фальшивый протокол о том, что они отказались эвакуироваться от тревоги из-за заложенной бомбы. Дали им от 7 до 10 слов. Их пока не обвиняют ни в организации чего бы то ни было после сегодняшних слов Владимира Путина, а сценарий арабской весны, можно предположить, такое развитие событий? Ходят упорные слухи о том, что как минимум против Леонида Волкова одного из них готовится какое-то серьезное уголовное дело. Я был вечером, вечером в воскресенье был возле офиса ФБК. В офис нас не пускали, там проходило некое следственное мероприятие, неизвестно какое. Скорее всего, это обыск, оформленный как осмотр места происшествия. Мы знаем, что оттуда вынесли компьютеры, оттуда вынесли коробки, скорее всего, с документацией. И следующие двое суток это помещение оставалось отцепленным, сейчас оно отпечатано. То есть там идет некая подготовка к чему-то уголовному, что не имеет прямого отношения к судьбе более чем тысячи человек, которые задержали на самом митинге. Но понятно, что серьезно отразится на работе Навального и его команды. Теперь, что касается людей, которые задержали на митинге. Это была, видимо, одна из самых крупных таких подготовленных, спланированных акций по задержанию со времени Болотной площади. Потому что на Болотной площади были, как мы сейчас понимаем, прогнозируемые и спровоцированные столкновения с полицией. Там с самого начала было понятно, что это доводят до масштаба массовых беспорядков и готовят по этому поводу большое уголовное дело, которое затянет в себя десятки человек. Так, а здесь? Эти ситуации пока не наблюдаю, здесь это все распадается. Во-первых, это все канализировалось в многочисленные административные производства. А там, где есть административка, там, причем вот с таким описанием, без признаков массовых беспорядков, где каждого человека по отдельности обвиняют в том, что он либо нарушал правила о митингах, либо не подчинялся требованию полицейского. Я не вижу причины, почему многие из этих дел, где нет уж совсем исключительных обстоятельств, могут перерасти в уголовные дела. Скорее всего, так это ограничится для кого-то штрафом, для кого-то осиженными сутками. То есть это не вторая Болотная. Это по масштабу напоминает Болотную, а по накалу и по интенсивности столкновений, конечно, ничего общего здесь нет. Вот, и последний вопрос. Те подзащитные из фонда борьбы коррупции, интерес которых вы представляете, их допрашивали по каким-то поводам, каким-то специальным образом, из чего можно сделать вывод, что там очень серьезные перспективы уголовные, против них могут быть выдвинуты обвинения? Не только с сотрудниками фонда, но и с другими людьми, которые залежали в тот день, в течение вот этой первой ночи, ночи с воскресенья на понедельник, велись странные разговоры с кем-то под протокол, с кем-то без протокола. Ходили намеки о том, что Следственный комитет действительно планирует сделать какую-то большую историю из этого, но у нас нет конкретики. У нас пока нет ни одной бумаги, непосредственно связанной с уголовным делом, за которую можно было бы зацепиться и за которую можно было бы обжаловать. В России достаточно следователей и судей с опытом подготовки к проведению большого политического процесса. Ну, речь, конечно, идет о болотном деле, о беспорядках в центре Москвы накануне инаугурации Владимира Путина 6 мая 2012 года. О том, как это было, напомнит Ренат Давлитгильдеев. Это 7 мая 2012 года. Инаугурация Владимира Путина. Кортеж президента едет по пустой зачищенной Москве. Накануне возвращения Путина в Кремль 6 мая десятки тысяч людей, многие с детьми, в Москве вышли на согласованную акцию протеста против фальсификации на выборах. Шествие должно было закончиться митингом на Болотной площади, но внезапно ОМОН перегородил людям путь, началась давка. Полиция объявила, что митинг отменен и приступила к жесткому разгону. Начались столкновения. Вскоре после марша было заведено дело о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти, вошедшее в историю как болотное дело. По всей России начались аресты, которые продолжаются до сих пор. Не ушаем, отходим! Первой задержанной по болотному делу стала Александра Духанина. Ее взяли 27 мая, спустя три недели после акции протеста. Суть обвинения бросала в полицейских камни и пустую бутылку. После этого задержания посыпались едва ли не каждый день. Всего в болотном деле на сегодня 34 фигуранта. В основном все уже отсидели свои сроки, но некоторые до сих пор за решеткой. Так, самый первый приговор суда по болотному делу был озвучен 9 ноября 2012 года в отношении Максима Лузянина. Он был арестован в первой партии 28 мая, полностью признал вину и был осужден за один день. Несмотря на это, Лузянин получил самый большой срок из всех болотников. 4,5 года в колонии общего режима за то, что повредил ОМОНовцу зубную эмаль. До сих пор отбывает наказание. Многие фигуранты, отсидев часть срока, выходили из тюрьмы или освобождались из-под домашнего ареста по амнистии. Таких волн амнистии было несколько. Первая случилась в конце 2013 года. Она затронула четверых фигурантов дела. Марию Баронову, Владимира Акименкова, Леонида Ковязина и Николая Кавказского. Драматичная история случилась с фигурантом болотного дела Александром Далматовым. Активист партии «Другая Россия» после начала задержаний уехал из России через Киев в Голландию. Попросил там политического убежища, но ему отказали. Поместили в депортационную тюрьму, где в ожидании высылки в Россию 17 января 2013 года он покончил с собой. Другой фигурант болотного дела Михаил Косенко был первым из задержанных, которого приговорили к принудительному лечению в закрытой психиатрической больнице. Тогда правозащитники говорили о попытках использования в болотном деле советских методов психологического давления и карательной психиатрии. Аресты обвиняемых болотников продолжались и в 2015, и в 2016 годах. Так, Дмитрий Бущенков был задержан в начале декабря 2015 года. Сам он утверждает, что его вообще не было на болотной 6 мая 2012. Бущенков до сих пор ждет суда в московском СИЗО. Спасибо, будь свободны! Еще позже, 7 апреля 2016-го, почти 4 года спустя, после митинга задержали Максима Панфилова, он же последний приговоренный по болотному делу. В среду, 29 марта, суд признал Панфилова виновным в участии в массовых беспорядках и применении насилия представителей власти. В постановлении суда говорится, что Панфилов сорвал шлем сотрудника ОМОНа и причинил ему физическую боль. Как и Косенко, Панфилов был приговорен к принудительному психиатрическому лечению. Фигурантов болотного дела после задержания также отпускали из СИЗО, а потом сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом и другие правоохранительные структуры привлекали их к ответственности по тяжким уголовным статьям. Политическое дело, начатое 6 мая 2012 года, не закрыто до сих пор. По какому сценарию действовали полицейские исследователи СК? Я спрошу прямо сейчас у Дениса Луцкевича и Андрея Барабанова. Спасибо, что пришли к нам в студию. Вы фигуранты болотного дела, вы уже отсидели в российской тюрьме. Давайте вернемся к тем событиям, которые последовали после 6 мая. Вы были оба задержаны там. Да. И что было дальше? Ну, меня отпустили, получается, на следующий день после 6 мая 2012 года. 7 мая я уже был дома, мне дали один день ареста административного. И потом я спокойно залечивал раны дома. Меня тогда сильно побили. И через 2 недели я ходил на Окупай Абайи, на всякие акции, которые просто люди собирались. Жил как ни в чем не бывало. И 28 мая 2012 года ко мне вечером пришли домой. При этом за день до этого ко мне пришли, пытаясь дать мне повестку. Я так понял, что повестка к следователю была. Это уже потом. Я ее не принял, не забрал. И у меня вот был этот день после этой повестки. К вам пришли спустя 2 недели, 3 недели, увели и все. И началось дело для вас. Денис, а что становится предметом для доказательства вины участников акции протеста в Москве? Вот на примере вашем. Ну, на моем примере это в первую очередь свидетельство ОМОНовцев. То есть любой сотрудник ОМОН может сказать о том, что вы, например, его ударили или причинили какой-то вред. Да, именно. А известно, например, следователи Следственного комитета изучают какие-то камеры видеонаблюдения или это подспудные доказательства? Конечно же, они изучают, они смотрят, наверное, максимум записей, которые были записаны на Болотной. Вот. И мы поняли это, что они чат на все просмотрели, потому что когда уже непосредственно началось дело по факту рассмотрения дела, нам показывали из доказательств только те видео, которые были им удобны. Только те видеодоказательства. Многие фрагменты записей, с которыми мы ознакомились еще во время ознакомления с делом, мы видели там, что есть видео, которые бы, в принципе, нам помогли в деле. Вот. Но их уже непосредственно на рассмотрении не было. Означает ли это, что людям, которые поучаствовали в акции на Тверской, имеет смысл сейчас озаботиться самостоятельно поиском видео с их участием? Ну, безусловно. Конечно же, нужно искать всякие заказательства невиновности, привлекать адвокатов к этому, потому что... Превентивно, до того, как может возникнуть какие-то неприятности? Да, скорее всего. Ну, я думаю, что и надеюсь, что несовершеннолетних митингующих и тех людей, которые с того лет, не коснется. Там тысяча человек. То есть мы не знаем, на самом деле, коснется или нет. А есть что-то общее у этих людей, у всех людей, которые в болотном деле поучаствовали? Так или иначе фигурантами. Оно продолжается просто вот только вчера еще... Была выборка такая, что молодых людей в основном привлекали к болотному делу, но, как правило, первым доказательством в болотном деле были видеозаписи. То есть прежде всего должна была быть видеозапись. И сейчас, я так понимаю, что после 26 марта прежде всего ОСК работает по видео. Было ощущение, я могу ошибаться, что они, я имею в виду следователи Следственного комитета, с фигурантами болотного дела назначили людей, которые были задержаны в этот день, или на которых были составлены протоколы. Я прав или не прав? Денис. Ну, скажу про мой случай. У меня уже был мой адвокат, когда уже работал, второй адвокат Динзе работал с моим делом. Он нашел доказательства того, что следователь, который вел мое дело, был непосредственно на болотной площади в тот день. Были его фотографии. И меня задерживали, меня поместили в тот оптозак, где как раз-таки он был. И я не знаю, возможно, это имеет прямую связь с тем, что в итоге я оказался фигурантом в головное дело. Президентский совет по правам человека подготовит доклад главе государства об акциях протеста и задержаниях 26 марта этого года. Для этого специальная комиссия проведет собственное расследование. Правозащитники собираются запросить документы из мэрии Москвы, касающиеся отказа в согласовании шествия 26 марта, материалы Министерства внутренних дел в связи с задержанием участников несогласованного митинга и заслушать членов общественной наблюдательной комиссии, которые проверяли, в каких условиях содержались участники акции, попавшие в полицейские участки, ну и те, кто впоследствии был приговорен к административному аресту. На следующий день после антикоррупционной акции в Москве председатель Президентского совета по правам человека Михаил Федотов навестил в больнице пострадавшего полицейского, который получил сотрясение мозга. Пообещал похлопотать, чтобы ему дали квартиру в Москве и заявил, что участникам акции не стоит обижаться на полицию, она просто выполняет закон. С его оценкой действий полицейских другие правозащитники из Совета по правам человека не согласились, но как повлияет на выводы доклада СПЧ сегодняшние слова, например, Путина об арабской весне, мы спросили у члена Президентского совета по правам человека Николая Сванидзе. Они не повлияют на содержание доклада. Они могут повлиять на реакцию на этот доклад. Возможно. Но наше дело писать честный доклад, а не думать о том, какая будет на него реакция. Это свидетельствует о том, что президент прямо дает понять, борьба с коррупцией – это дело власти и только власти. А все остальные борцы с коррупцией – они политические конъюнктурщики. Ну, понимаете, можно ведь, если протесты против коррупции приводят к Майдану, есть два варианта – бороться с протестами или бороться с коррупцией. Значит, по-видимому, у меня такое впечатление, что переводя то, что сказал президент Путин на понятный и внятный русский язык, бороться будут не с коррупцией, а с протестами. Он сказал, мы и так боремся с коррупцией, а те, кто вот сейчас выходит на площадь под флагом борьбы с коррупцией, те на самом деле ловят там рыбку в политической воде. Ну, переводя. Он именно это хотел сказать. Они хотят получить политические дивиденды. Но, следовательно, будут бороться с протестами. А борьба с коррупцией, мы знаем, как ведется. Значит, бороться с коррупцией не будут, бороться с протестами будут. Ну, там болотное дело против кого затевать, если поймают этого провокатора, который ударил ОМОНовца. Там много молодежи. Впрочем, это не исключено. Это зависит от того, как поведет себя власть. Если все борцы с коррупцией будут объявлены преступниками, то если можно ввести уголовную статью за борьбу с коррупцией, тогда действительно ждет новое болотное дело. Это часть Тимура Олевского. Эта программа выходит не только на ваших телеканалах, но и в Фейсбуке, на странице Настоящего Времени. И прямо сейчас живо обсуждается эфир. Призываю вас тоже это сделать, если Фейсбук вам доступен. Вот нам сейчас вижу, что Вена-Самара нас смотрит, кстати. Где сегодня проходило это странное событие, посвященное обучению студентов экстремистской угрозе. Ну и кроме того, посмотреть наш программ можно и в Ютьюбе. Вот вы сейчас прямо видите, где это можно сделать. Смотрите далее в этой программе. Присоединиться. Кто-то боится. Боится беспредела властей, которые сейчас происходят. Четвертый день забастовки дальнобойщиков. Власти во всех регионах России игнорируют акцию. Перебой с транспортом нам звонят. Отпрывают телефоны, предлагают уже какие-то для нас сооблачные ставки. Севидным образом, Европейский университет проверяют с пристрастием и пытаются всячески затруднить его деятельность. Европейский университет в Петербурге работает в последние дни. Как судьба вуза связана с работой Алексея Кудрина? Действительно идет целенаправленная вербовка наших соотечественников. Действуют разные сети. У службы безопасности Украины нет доказательств, что убийца бывшего депутата Госдумы Вороненкова мог быть агентом ФСБ. Сразу несколько человек, арестованных в Беларуси после акции протеста на День воли, начали голодовку. Об этом рассказывают люди, у которых уже истек срок ареста, и они вышли на свободу. Имя одного из голодающих – Валентин Корозняков. Журналисты телеканала «Белсад» Александра Борозенко задержали в Минске на акции, посвященной Дню воли 25 марта, буквально на наших глазах. Во время задержания Борозенко не выключал камеру, и на записи слышно, что с ним происходило. Однако на суде сотрудники милиции заявили, что журналист ругался и не представился журналистом. Его приговорили к 15 суткам ареста за мелкое хулиганство. Ребята, журналистам на середине показалось. Все, могу идти. Журналист! Не снимайте! Ребята, ребята! Тише, 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 ну! Ну, знак протеста. Борозенко также держит голодовку. Сегодня я связался с минским активистом Аленой Дубовик, которая была превентивно задержана накануне акции и объявила голодовку в белорусской тюрьме. Она рассказала нам, как это происходит. Из Минска на связи с нами активист Алена Дубовик, которая совсем недавно освободилась после ареста. Алена, здравствуйте! Здравствуйте! Мы рассказываем сегодня о наших коллегах-журналистах и других активистах, которые держат голодовку. Как выглядит голодовка в Минском изоляторе сейчас, и не только в Минском. На вашем примере. Ничего особенного. Принимаешь только воду. Больше ничего. Отказываешься от любой еды. Позволяет администрация отказывать? Вы, кстати, где сидели? Половину срока я сидела на Окрестино, в центре изоляции правонарушителей в Минске. Другую половину срока в городе Жодино, в УС. Как относится администрация к людям, которые объявили о протестной акции? Ну, с большего они смеются. Они называют, о, на сушке сидишь. То есть ты голодаешь, тебя становится меньше, но сразу видно, что ты худеешь. Они каким-то образом оказывают медицинскую помощь или заставляют принимать пищу, или относятся абсолютно индифферентно? Ну, когда ты попадаешь, ты, естественно, говоришь о том, что у тебя голодовка, потому что к тебе приводят врача, он заполняет определенный бланк о том, что... Ну, какие ты имеешь заболевания. И, значит, я просто заполняю там бланк этот и говорю о том, что мне нужно все равно принимать таблетки гормональные. И врач мне говорит, тебе нельзя таблетки, потому что у тебя голодовка. Я говорю, ну, хорошо, это мой выбор. Это мой протест, мой выбор, и я сама с этим справлюсь. Вот. И больше ничего не происходит. Им, в принципе, врачу все равно. Родственникам сообщают о том, что вы держите голодовку? Ну, родственникам сообщают знакомые, друзья о том, что я держу, там, люди сдержат голодовку. Скажите, вы сколько дней держали голодовку? Сколько дней вы были в заключении в итоге? 12 суток с момента задержания 15-го числа вечера. Вы были задержаны за 10 дней до вот этой массовой акции протеста, Дня воли. Очевидно, это ваше задержание как-то связано. Вы можете объяснить, почему вы вообще были задержаны? Я вышла на разрешенную акцию, 15-го числа марш рассерженных белорусов, нету неядцев, да? Во-вторых, сотрудники милиции меня задерживали уже после окончания марша в троллейбусе, в котором было очень много людей, которые принимали участие в этом марше. Этот троллейбус назывался номер 37, и его прозвали 1937 в Минске. Я о нем слышал. Да, вот, знаменитый такой. Да, и, ну, просто всех людей, которые там были, там в любом случае задержали. Поэтому, ну, у меня не было никакого выхода. В любом случае, тем более я стояла у самых дверей, и меня просто первую схватили. Вы были как... вы как-то активно себя вели на этом митинге? В чем была цель задержания? Уменьшить количество людей на грядущих акциях, как вы думаете? Или нет? Я думаю, да. Ну, в любом случае, сейчас и после 15 марта, и вот сейчас, в принципе, задерживают тех, кого они подозревают в большей активности. Количество задержанных в минувшую субботу в Минске приближается к тысяче человек. Белорусские милиционеры пока официально никак не комментировали произошедшее, рассказал нам ведущий Белорусской службы радиосвобода Олег Грузделович. Большинство людей, которые были осуждены вот за понедельник-вторник, они получали либо штрафы, либо сутки административный арест, до самой максимум 25, но минимум 10. Сегодня, насколько я смог понять, и ваши коллеги, и Белорусская служба радиосвобода рассказали, что возле СИЗО прошла акция театра белорусского, половина из трупа которого находится по одну сторону изолятора, а половина как раз по другую. Можете в двух словах рассказать, что это такое, что это было? Это такая флешмоб, такая интересная, в принципе, акция, и на ней, я знаю, люди высказали солидарность с теми, кто сейчас находится в изоляторе на Окрестино. Одна из девушек этого театра, актриса, была очень жестко сбита во время акции, она попала в госпиталь, вот. Ну, артисты театра солидарны с ней, с теми, кто сейчас находится на Окрестино, и провели эту акцию. Скажите, как сейчас комментируют произошедшие власти, они записывают себе это в заслугу, я не знаю, или нет, и как вам кажется, будут ли продолжаться в ближайшее время акции протеста, или на некоторое время все успокоится? Ну, насчет комментариев, сразу скажу, что до сих пор милиция, например, столичная милиция не сообщила цифру задержанных. Ну, в комментариях пока, так сказать, тоже такая пауза, видимо, власти выжидают, в том числе выжидают, какая будет реакция общества, какая реакция будет Запада на эти события. Не исключено, что будут акции продолжаться, но я думаю, что они будут уже такие, не такие массовые. Да, декрет, собственно, о Тунецах пока не отменен, поэтому, видимо, какое-то недовольство в связи с его существованием в обществе осталось. Последим за этой ситуацией очень внимательно, и, конечно же, за людьми, которые держат голодовку в СИЗО, это очень серьезно. Спасибо большое, Олег. Ну, а в России четвертый день продолжается. Стачка водителей-дальнобойщиков. Точных данных по машинам, которые не выходят на линию, ни у кого нет, но по приблизительным данным в крупных городах счет идет на сотни машин. Самый мощный протест в Дагестане. Там, по словам лидеров бастующих, стоят 40 тысяч машин, практически весь грузовой транспорт. К фурам присоединились и газели. Останавливают дагестанские водители и тех, кто проезжает через республику из других регионов, штрейкбрехером, тем, кто нарушает стачку, бьют стекла и угрожают. В среду вечером бастующих дальнобойщиков в Манасе, по сообщениям очевидцев, отцепили военные, предположительно бойцы Росгвардии. Они сменили обычные полицейские подразделения, а в Ставрополе бастующих дальнобойщиков запугивали бронетехникой. Это, ребята, пушки по нашу душу. А это, господа, демократия по-русски. О, у нас в Ставрополе танки пошли. Забастовку водители начали как протест против повышения тарифов системы Платон. С 15 апреля власти собираются увеличить их на четверть. Дельнобойщики называют это вторым транспортным налогом и отказываются платить. Подробности у Екатерины Пономаревой. Это Саратов. На подъезде к городу стоят около 40 машин. Ещё больше по гаражам. В одном из длинномеров у дальнобойщиков общая кухня и что-то типа зал заседаний. На продукты скидываются. Пить в лагере протестующих запрещено. Говорят, стоять будут, пока федеральные власти не обратят на них внимание. Водители уверены, если они долго не выйдут на линии, это неизбежно. Потому что по стране некому будет развозить продукты и вещи. Тогда бизнес встанет и стачка против Платона коснётся каждого жителя России. Не пойду, значит, проблемы начнутся в стране большие уже на сегодняшний день. Перебой с транспортом нам звонят, отбывают телефоны, предлагают уже какие-то для нас заоблачные ставки. Мы связываем всю нашу страну. У нас Дагестан вообще сегодня превзошёл. Мы в шоке до сих пор. Там колонна собралась в 10 километров из одних тягачей. Они везут морковку, картошку с Азербайджана, овощи. Ну то есть всё, что мы едим в магазинах, они везут это с Азербайджана, с Грузии, с Армении, с ближайших южных республик. В том числе и от себя. Сейчас они вынуждены бустовать. И они сказали, что мы будем стоять до последнего. В Дагестане тачка действительно одна из самых массовых в стране. Только официальные СМИ об этом молчат. Что протестующих дальнобойщиков с утра держат в плотном кольце ОМОНа, можно узнать лишь из видеозаписи самих водителей. Вот так бастует дагестанцы. Здесь спецназ уже вызвали. Машины стоят по всей стране, от Владивостока до Калининграда. Водители требуют отмены транспортного налога, системы Платон, отставки правительства. И ещё выражают недоверие президенту. Компания Платон, что собирает с водителей деньги за проезд по трассам, принадлежит Игорю Ротенбергу, сыну партнёра Владимира Путина Подзудо, Аркадия Ротенберга. За год работы Платон собрал 18 миллиардов рублей. Чтобы стачка не заглохла, в разных регионах проводят всё новые акции протеста. Это Екатеринбург. Здесь сегодня прошёл несанкционированный автопробег фур по кольцевой дороге. Но полиция, на удивление, задерживать никого не стала. Присоединиться кто-то боится. Боится беспредела властей, которые сейчас происходят. Некоторые водители начинают штрафовать без всяких на то оснований. В Липецке власти запретили митинг дальнобойщиков. В итоге один из водителей организовал одиночный пикет. И стоять здесь обещают до победного. Вагестан стоит 95%. Северная Осетия встала почти вся. У нас вот в России ездят, ещё продолжают ездить. Надо просто, ребят, некоторые даже не знают, что стачка идёт. Просто объясняешь. Те, кто стачку не поддержал и всё-таки вышел на маршрут, дальнобойщики между собой называют крысами и предателями. Обвиняют в желании заработать в тот момент, когда нужно сплотиться для борьбы за общее дело. Их машины освистывают и обещают составить из них чёрный список. По подсчётам координаторов акции, в крупных городах стоят десятки, если не сотни машин. Сергей Песков, хозяин нескольких фур, говорит, что только в Красноярске в стачке участвуют больше двух сотен фур. Дома у него жена и трое детей. Он говорит, его машины на маршрут не выйдут до последнего, потому что если сдаться правительству и новым тарифам Платона, придётся работать себе в минус. Мы не хотим работать за бесплатно. Мы хотим работать, хоть чтобы что-то зарабатывать. И бедные люди не могут никак экономику двигать. Мы по телевизору каждый раз слышим «поддержка малого бизнеса». Где она, поддержка малого бизнеса? В стране кризис, а у нас последнее забирают. Но пока ни в одном из регионов на связь с дальнобойщиками власти не выходили. Официальных заявлений не делали. За ходом с тачкой следит только полиция. Дальнобойщики жалуются, что федеральные СМИ делают вид, будто в стране нет сотен водителей, которые с понедельника не выходят в рейс. А с тачки против Платона, правительства и президента Путина ни слова. На сегодняшний день пока мы, конечно, не готовы к экстремистским действиям. Дай бог, что этого не случится. Но если так дальше сжимать удавку на горле нашего народа, мне кажется, чаша терпения может переполниться. Екатерина Пономарёва до настоящего времени. Отмена Платона дальнобойщики требуют довольно единодушно. Однако далеко не все готовы бы вставать. У многих просто нет накоплений для того, чтобы перестать работать. Может быть, кто-то и готов есть сбережения не работать. Хорошо. А есть водители? У кого пять машин и больше? Что водителям сказать? Что водителям сказать? Что экстремиумам сказать? Что, извините меня, постую. Не у всех есть сбережения. Совершенно верно. У работодателя, надеясь на то, что ему предоставят зарплату и работу, взяли кредиты и надеются на человека, который ему обеспечит работать. А завтра он не сможет платить зарплату, потому что он бастует. Не водитель бастует, а бастует предприниматель. Я готов выходить, литинговать и оставлю свои координаты. Оставлю все. Вот оставлю координаты. Но, грубо говоря, я сам и водитель, и сам на рулем. И я не могу сидеть и платить зарплату. Не надо работать. Для Европейского университета в Санкт-Петербурге включили обратный отчет. Меньше чем через месяц по решению арбитражного суда, одно из самых успешных учебных заведений страны и Петербурга, должно прекратить свою работу. Почему принято такое решение, расскажет собственный корреспондент в Настоящее Времени в Петербурге Юрий Баранюк. Чуть больше, чем за 20-летнюю историю работы, Европейский университет дважды оказывался под угрозой закрытия. Но это детище Анатолия Собчака и впоследствии Алексея Кудрина. А значит, в курсе проблем вуза президент Владимир Путин. Очевидным образом, Европейский университет проверяют с пристрастием и пытаются всячески затруднить его деятельность. Проблема заключается в том, что мы не знаем, кто. В академической среде есть несколько популярных версий. Первая – это плата за свободу. Студенты и преподаватели исследуют судебную систему России, и проблемы взаимодействия бизнеса и власти дают собственные оценки таким историческим событиям, как революция 17-го года и экономические реформы 20-го века. Кроме того, универсанты еще и принимают участие в протестных акциях. Последняя прошла в минувшие выходные на Марсовом поле Петербурга и собрала около 10 тысяч участников. Брось руки от науки! Брось руки от науки! Брось руки от науки! Кому-то такой повод закрыть вуз может показаться смешным, но надо понимать петербургские реалии. Европейский университет, пожалуй, одно из самых демократичных учебных заведений Санкт-Петербурга. И это видно, как только заходишь сюда. Здесь на входе нет ни магнитных ключей, ни специальных пропусков, только двери. За ними роскошные интерьеры. Это малый мраморный дворец, особняк Кушелева безбородка, лакомый кусок для инвесторов. Администрация университета планировала реставрировать здание и для этого хотели получить вторую лицензию для временного переезда. Вообще само это здание не очень приспособлено к тому, чтобы быть университетом. В нем вроде пространства много, а полезной площади мало. Возможно, возвращение в эти стены университета не хотят соседи. Особняк расположен в центре города. Рядом река Нева, Аврора, Летний сад. И по информации из нашумевшего расследования Алексея Навального, дом фонда ДАР, который оппозиционер связывает с именем премьера Дмитрия Медведева. Переоценить элитность непросто. Помимо традиционных для таких комплексов бассейнов, закрытых спа, гаражей, охранников, в некоторых квартирах есть, например, даже лифт для автомобиля. То есть прямо с улицы в гостиную можно подняться на машине. Квартиры поделены между фондом ДАР и фирмой Цертом Инвест. У ДАРа в собственности шесть квартир. Что это именно борьба за недвижимость допускает политолог Дмитрий Солонников. Но наравне с этим поводом предлагает еще один. К маю по поручению президента должны быть представлены программы экономического развития России, обеспечивающие рост выше среднемирового. Их одновременно разрабатывают команда Кудрина, профильное министерство и группа Титова-Глазева. И в этой ситуации, конечно же, разные люди заинтересованы в разных путях развития. Альтернативным группам могут ставить различные подножки, в том числе и Алексею Кудрину. Пусть он теперь занимается больше европейским университетом, меньше занимается подготовкой стратегии экономического развития нашей страны. Пусть больше борется за европейский университет, меньше пропагандирует свои экономические взгляды. Ему есть чем заняться. Пока в университете продолжают образовательную деятельность. И не только для студентов. Накануне прочитали очередную открытую лекцию о гайдаровских экономических реформах. В принципе, вот эти вот неприятные для нас решения суда можно было ожидать. Но еще есть возможность апелляции. Ну и всякие неожиданности бывают в нашей стране. Поэтому пока работаем в университете, занимаемся наукой. Будем надеяться, что и дальше будет такая возможность. Автор курса Дмитрий Травин пока не ищет себе новую работу. Но, как и большинство преподавателей, переживает за судьбу тех, кто должен получить дипломы этой весной. Если не выйдет обжаловать решение суда или срочно получить новую лицензию, выпуска в этом году может не быть. Юрий Баранюк и Александр Глебов. Настоящее время. Санкт-Петербург. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 50 тысяч евро за гибель мирного демонстранта. Мурат Нагметов принимал участие в демонстрации против коррупции в Махачкале в 2006 году. Протест разгоняла милиция. Нагметов погиб от того, что в него попала граната со слезоточивым газом. Компенсацию за его гибель получит отец. О других новостях коротко расскажет моя коллега Катерина Кочкина. Президент Украины Петр Порошенко дал поручение Генштабу и Министерству обороны о прекращении огня в зоне конфликта в Донбассе с 1 апреля. Накануне трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала наступление режима тишины с 1 апреля. В Минобороны заявляют, что вооруженные силы Украины готовы к выполнению всех договоренностей. Это еще раз опровергает российские утверждения оппозиции украинской стороны, которая якобы не готова к миру. Наоборот, последовательно все три года мы не просто декларируем, но и доказываем, что украинская сторона за то, чтобы обеспечить режим прекращения огня, вывод российских войск, получение контроля над неконтролируемым участком украинско-российской границы и восстановление украинского суверенитета над оккупированным Донбассом и в Крыму. Дочь президента США Иванка Трамп начала работать в Белом доме. Она получила должность помощника президента. Иванке выделили кабинет в западном крыле, ее супруг Джаред Кушнер занимает пост старшего советника президента. Сенаторы-демократы обратились в федеральное управление по вопросам этики по поводу конфликта интересов между работой дочери Трампа в качестве его советника и ее бизнес-деятельностью. Они предлагают Иванке передать в независимое управление свои бизнес-активы или не выполнять определенных государственных функций. Иванка Трамп на это заявила, что добровольно исполняет все этические нормы, а за свою работу в Белом доме она не будет получать зарплату. У СБУ нет доказательств, что убийца беглого депутата Вороненкова мог быть агентом ФСБ. В этом, отвечая на вопрос нашего корреспондента, признался начальник Департамента защиты государственности СБУ Виктор Кононенко. Вот фрагмент разговора, где служба безопасности также отстранилась от ответственности за то, что у экс-депутата не было должной охраны. Действительно идет целенаправленная вербовка наших соотечественников. Действуют разные сети, которые показывают свою работу, и мы их видим как организаторов акций, которые глубоко законспирированы и работают под одну конкретную акцию. В случае с Паршовым, хотя еще не доказано, и сейчас мы над этим работаем, был ли он агентом ФСБ или нет, такой информации нет. В Сенате США проходят публичные слушания о предполагаемом вмешательстве России в прошлогодние выборы американского президента и возможных связях Дональда Трампа с Москвой. Члены Сената изучили более тысячи документов о кибератаках. В дополнение к тому, что мы и так знаем, мы должны понять, были ли какие-то контакты или связь, или коммуникации между Россией и теми, кто был связан с самой компанией. Я не буду предугадывать итоги расследования. Мы хотим понять, действительно ли есть огонь, потому что дыма предостаточно. Ранее американская разведка заявила, что президент России Владимир Путин распорядился провести кибератаки серверов Демократической партии США, чтобы повлиять на предвыборную кампанию. В Кремле эти обвинения отрицают. Организаторы премии «Оскар» объявили в среду, что продолжат сотрудничать с компанией «Прайс Ватерхаус Купер», несмотря на то, что ее сотрудники перепутали победителя в номинации «Лучший фильм» на церемонии в феврале. Во время церемонии вручения наград Марта Руис и Брайан Каллинан выдавали выходящим на сцену актерам конверты с именами победителей. Однако во время объявления лучшего фильма Уоррен Битти по ошибке получил запасную карточку для номинации «Лучшая актриса первого плана». На ней было написано «Эмма Стоун, Ла-Ла Лэнд». Именно эта картина первоначально была названа победителем. Трехлетний ребенок, чудом выживший под обстрелом в Краматорске два года назад. Его мать закрыла тогда с собой его от осколков и погибла. Так вот, Клима так зовут мальчика. Еще в больнице усыновила новая семья. Подробности этой истории Ольги Калиниченко. Клим вместе со своим старшим братом Савелием и отцом сейчас живет в Харькове. В госпитале, куда ребенка направили на лечение, он познакомился с Таней. Женщина лежала в этой же больнице со своей дочерью. Узнав о ситуации Клима, она решила ему помочь. Я в него влюбилась сразу. Он очень классный, он очень позитивный. И когда ты смотришь, когда ребенок в три года борется, он не просто там, вот ему говорят, он все терпит, он делает. Он борется. Вот мы два года из одной больницы в другую. И оно это все выносит спокойно. То есть ты понимаешь, что ну как вы... Ну это очень классно. То есть нужно, естественно, поддерживать это все. Во время лечения Клима Таня познакомилась с его папой. Вскоре они поженились. Живет семья в однокомнатной квартире. В пятером. По возможности Клим ходит в садик. Но большую часть времени он проводит дома или в больнице. Два года назад врачи буквально собрали Клима по частям. Осколками ему перебила локоть на левой руке и правую ногу. Сейчас она растет в сторону и на три сантиметра короче. Рука функцию не выполняла свою, не разжималась. Пальцы не разжимались, не работали. Колено наружу. Так как он растет и, соответственно, деформация все больше и больше получается. И на позвоночник влияет, и на внутренние органы. Осколки по всему телу, поврежден осколки в голове. Из-за этого частичная потеря зрения 50%. Климу уже сделали шесть операций. Одна из них была в Германии. Иностранные врачи смогли вернуть, хоть и частично, функцию руки. Зажми руку у меня сильно. Ну, сожми мне кулак. Во. А вот так вот сделай ручкой. Вот вниз у нас не получается пока. Свои шрамы Клим показывать не любит. Стесняется. Ребенок старается не воспоминать ей о том дне. Долгое время в доме никто не произносил слово «мама». Но в последнее время, говорит Таня, с ним начали говорить на эту тему. Клим стойко переносит все переживания. Ты у меня кто? Мужчина. Клим очень подвижный. Мечтает стать спортсменом. Но для этого ему необходимо перенести еще несколько дорогостоящих операций. Сейчас семья собирает деньги. Всего необходимо 14,5 тысяч евро. В Украине, говорит Таня, операции на таком уровне не делают. Результат те же, например, шрамы, которые, вот видно на руке, которые делали здесь, которые сделали в Германии. А пока будут лечить Клима, отец планирует установить на богиле его матери памятник. И хоть это пока что для всей семьи тяжело, вместе они надеются справиться со всеми сложностями. Ольга Калинченко, Илья Никонов. Настоящее время Харьков. Смотрите сразу после моей программы премьеру на нашем канале документальный фильм «Письма с Памира». В Таджикистане, в предгорях Памира, обособленно живут кыргызы. Киргизский режиссер Джанил Жусурджан рассказывает, как герои фильма уживаются с соседями таджиками и чем наполнен их обычный день. Когда я вижу, как живут люди на Памире... Смотрите, как блестят. У меня перед глазами встают картины нашего с тобой прошлого. Подумали, что мы маджахеды и обстреляли нас. Я решила рассказать об этом в этих письмах. Письмах матери сына. Мне больно покидать такие красивые места. Французский художник, акционист Авраам Пауншелваль в попытке поучаствовать, почувствовать, извините, что ощущает курица, начал высиживать 10 куриных яиц, согревая их лишь теплом своего тела. Для успеха дела художник будет есть как можно больше имбиря, который повышает температуру тела. Удастся ли Пауншелваль высидеть цыплят, станет известно к Пасхе. Рассказывает Анастасия Федорова. Как ощущает себя курица-наседка? Этот вопрос стал темой нового перформанса французского художника Абраама Пауншелваль, который в среду принялся высиживать десяток цыплят. Акция под названием «Яйцо» проходит в теклянном виваре в токийском дворце Парижа. Одной из стоящих перед художником задач было не раздавить своим весом хрупкую скорлупу. Для этого был оборудован специально приспособленный стул, под сидением которого расположена ёмкость для яиц. Пауншелваль закутан в золирующее одеяло, но помогает сохранить тепло тела. На высиживание птенцов у него уйдёт от 21 до 26 дней. Художник сможет покидать свой пост лишь на 30 минут в сутки, чтобы поесть и размять ноги. Обычно в основе проектов Пауншелваль лежит желание понять, как различные природные объекты воспринимают течение времени, рассказывает куратор выставки Аделаида Бланк. Его эксперименты исследуют время, как прожить по-другому на Земле. Но этот перформанс для него и, в конце концов, для посетителей о новом восприятии мира. Возможно, граница между человеком и животным намного тоньше, чем мы представляем. Яйцо — далеко не первый подобный проект в творчестве француза. В прошлом месяце Пауншелваль неделю находился внутри 12-тонного камня. А ранее он провел 13 дней в чучеле медведя в Парижском музее охоты и природы. Я на этом с вами прощаюсь. Я Тимур Олевский. Вернусь в эту студию завтра и обязательно расскажу вам что-нибудь новое. Пока. Редактор субтитров А.Семкин